Здравствуйте! В целях исполнения поручения главы Якутии Асена Сергеевича Николаева у нас в республике в приоритетном порядке ведется трудоустройство участников специальной военной операции, уволенных с военной службы и также членов их семей. С ноября 2022 года в службах занятости у нас проводится приоритетная работа по трудоустройству данной категории граждан. Участники СВО и члены их семей, которые обращаются в службу занятости, у нас получают государственные услуги в сфере занятости. Это, прежде всего, психологическая поддержка, социальная адаптация на рынке труда, профессиональная ориентация. И при необходимости они направляются на профессиональное обучение, либо дополнительное профессиональное образование, для того, чтобы обновить свои навыки и компетенции для последующего трудоустройства. Мы сейчас за каждым участником СВО и членом их семей закрепили персонального сотрудника, который является персональным куратором и ведет его траекторию карьеру для того, чтобы эффективно трудоустраивать, либо он получил другой комплекс государственных и социальных услуг. Но также хотелось бы отметить, что участники СВО и члены их семей могут в рамках мер поддержки по содействию занятости открыть собственное дело по программе самозанятости. По итогам конкурса гражданин может получить субсидию в размере 150 тысяч рублей для создания собственного дела и оформиться в качестве самозанятого. Также стоит отметить, что из основных мероприятий по содействию занятости у нас является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. В этом году приказом Госкомитета занятости населения Республики Саха-Якутия утверждена и принята специальная программа переобучения граждан, прибывших из зоны СВО и членов их семей. И в этом году мы планируем охватить данной программой порядка более 200 человек. Кроме услуг по трудоустройству, участники СВО и члены их семей также могут получить услуги по психологической поддержке, чтобы принимать какие-то участия в программах по социальной адаптации, по которой инспектора, допустим, они могут помочь правильно составить резюме, либо грамотно пройти самобеседование у работодателей. Ну и также мы им помогаем с новыми технологиями поиска работы. Ну, службы занятости у нас также сейчас проводятся при мере поддержки для участников СВО, которые обращаются к нам. На сегодняшний день к нам обратились 22 человека. Из них у нас трудоустроено на сегодняшний день 12 человек. И также целью оказания материальной поддержки у нас организована и общественная работа, на которых приняли участие более пяти членов семьи, участников СВО. И у нас получается, что материальная поддержка составляет на одного человека 9454 рубля. Кроме этого, у нас в целях повышения возможности трудоустройства на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено на три участника СВО. По специальностям это горнорабочий, машинист компрессионных установок и охранник. И также 9 членов семьи участников СВО по другим категориям специальностей, такие как социальный работник, водитель категории Б, охранник четвертого разряда, и также коммерческий агент и секретарь руководителя. Ну и кто-то оформился у нас, косметолог. На регистрационном учете на сегодняшний день, на текущую дату, у нас состоят 14 участников СВО. Всем оказаны услуги по профориентации гражданам, также оказываются услуги по социальной адаптации и психологической поддержке. Конечно, больший интерес у нас среди участников СВО вызывает возможность заключения социального контракта и открытия собственного дела. Так, у нас на Ренглинском и Усмайских центрах занятости проведена большая работа по информированию о возможностях социального контракта, открытия собственного дела для граждан, наказанного содействия в составлении бизнес-плана. И вот буквально на днях мы подписали на уровне Госкомитета занятости населения соглашение с Министерством здравоохранения нашей республики и Министерством молодежи для того, чтобы оказывать комплексную реабилитацию и последующим трудоустройством наших граждан. Спасибо большое.